Наблюдение Мы постарались сделать так, чтобы тот объем знаний, который получили наблюдатели, тот объем знаний, который обязаны иметь члены участковой комиссии, он примерно был сопоставим. Только в том случае, если люди одинаково понимают, знают, понимают и применяют законодательство, только в том случае не будет конфликтов никаких, не будет недоразумений и не будет вопросов, почему происходит так, а не иначе. Пройти обучение необходимо было для того, чтобы вникнуть в суть избирательного процесса, изучить основы избирательного права, проконтролировать работу комиссии, знать, как действовать в той или иной ситуации. Затем все кандидаты сдали экзамен и были допущены до практических занятий. Никаких не будет осложнений, именно какое решение принимать в тех или иных случаях. Этих ситуаций очень много, конечно. Мы их всех рассмотрели, все проанализировали. И как к этому отнестись, тоже соответственно, конечно, наши наблюдатели об этом будут знать. Одной из площадок форума стал модельный избирательный участок. Точная копия тех, на которых уже через несколько дней предстоит работать наблюдателям. Здесь же ульяновцы могли проконсультироваться по различным вопросам и совместно с представителями власти скоординировать планы, обозначить приоритетные задачи и этические принципы работы в день голосования. От общественных палат зарегистрировано 144 тысячи общественных наблюдателей. У нас в Ульянской области более трех тысяч. Насколько значим этот новый институт, который раньше не применялся, и вообще, насколько значима эта норма закона, скажу так, это повышение доверия к выборному процессу, потому что это наблюдатели общественные, они не имеют привязки ни к какой-то партии, ни к какому-то кандидату. То есть такого института до настоящего времени у нас не было. 18 марта на каждом из 982 постоянно действующих избирательных участков Ульяновской области будут работать не менее двух общественных наблюдателей. Будут действовать несколько мобильных групп быстрого реагирования на возможные нарушения выборных процедур или иные нештатные ситуации. Все это позволит сделать выборы главы государства легитимными. 18 марта на всей территории Ордена Ленина Ульяновской области будет обеспечено максимально комфортные условия для свободного и демократического волеизъявления наших избирателей. А все процедуры в связи с этим пройдут максимально открыто и редитивно. И за это вам еще раз огромное-огромное спасибо. Человеческое спасибо. Государственное спасибо. В завершении форума прошла церемония награждения победителей и призеров конкурса за лучший лозунг и призыв на заданную тему. Выборы 2018 под общественный контроль. Лучшим стал лозунг общественного наблюдателя из Павловского района. Елена Андреева, Константин Никитин. Новости Ульяновской правды. Новости Ульяновской области. 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 Продолжение следует...